Сегодня в проекте «Лица улиц» предприниматель, который понял, что после 40-ка жизнь только начинается и стал спортсменом-парашютистом. Знакомьтесь, призер многих чемпионатов и соревнований Валерий Салкуцан. Самое интересное, что пришел этот спорт очень комично, наверное. Наверное, так скажем, это было воскресенье, мне было 44 года, но начнем чуть-чуть с истории. Я когда-то служил в ВДВ, имел три прыжка, которые, по сути дела, не дали мне позитива никакого. Ну, так получилось, тогда была такая техника. По прошествии более чем 20 лет, мне стало интересно, что изменилось в мире парашютного спорта за столь долгий период. На данный момент сколько вы уже лет занимаетесь этим? В этом году будет 10 лет. За 10 лет мои достижения? Ну, достижения, это прежде всего, я думаю, как минимум, если рассматривать именно с точки зрения скайдайва, я думаю, что одно из основных достижений, это то, что я как минимум научился летать. Повторяю, не падать, а именно летать. Благодаря своим навыкам я участвую во многих мировых первенствах и, в частности, в чемпионатах мира. Вы уже участвовали? Уже участвовал в позапрошлом году во Флориде. Какое количество людей принимает участие? До 100 человек. Ну, естественно, такой формат не может принять безграничное количество людей. Что касается мировой серии, там, по сути дела, в совокупном участвуют сотни людей, а то и тысячи. То есть, там, мировая серия предусматривает этапы, на которых люди приезжают, соревнуются, и по результатам двух этапов принимается, то есть, вы получаете какой-то рейтинг. А какое место вы получали? Второе место в мировой серии на этапе в России. А другие? Восьмые, седьмые, тринадцатые места. Да, то есть, я, в принципе, летаю, ну, скажу так, что в неплохом топе, в мировом топе. А есть ответ, что помогало попасть в топ? Понятно, вы профи, в Молдове это не развито, вы, можно сказать, один человек. Ну, в топ можно попасть только благодаря тому, что ты работаешь над совершенствованием своих навыков. Понятно, это в Молдове не развито, для этого нет больших предпосылок, но, несмотря на это, вы можете быть вторым. А есть страны, где это все развито. Правильно, совершенно верно, но мы же соревнуемся со всеми спортсменами мира, и определяется, по сути дела, ваша квалификация на уровне тех людей, которые показывают тоже прекрасные результаты. Поэтому, если сейчас в данной ситуации вот говорить о том, что у меня там 14 рейтинг, по сути дела, это мировой рейтинг, это значит, качество полета и навыки, они, в принципе, довольно-таки неплохие, я так думаю. А как ваша семья отреагировала, зная, что вот вы захотели вот такие прыжки? А у нас все очень просто. У меня сын тоже скайдайвер, он там, да, мастер, инструктор АФФ, поэтому... Удивлений не было. Чем-то удивить, тем более он у меня сделал 20 прыжков, где-то, ну, может, 15, может, 20 прыжков под моим присмотром в Винг-сюте. Не было такого, что жена сказала, куда? В данной ситуации даже мне, ну, так скажем, я думаю, это может быть вырезано, мнение жены в данной ситуации вообще не рассматривалось и не рассматривается, потому что это мужское решение, и оно таково. А не сложно вот приходить в этот спорт, когда уже за 40? Совершенно не сложно. Или это не влияет? Я могу вам сказать, что у нас есть скайдайвер, зовут его Алексей Канабеев. Вообще-то он пришел к нам в спорт в 51 год. Он прошел курс АФФ в 51 год. Я в Москве, когда летал в аэродинамических трубах, я видел человека, которому за 60, который работал над тем, чтобы пройти курс АФФ. За 60. А сейчас он сколько лет? 54, будет в этом году 54 года. И даже это не останавливает, что ладно, после 40, а уже после 50. Могу вам сказать, что есть такой производитель Вингсютов, Тони Урагала. Ему всего лишь навсего 64 года, но он в топе. Я так понимаю, что будет 70, вы все равно будете прыгать. Это бог. Но опять же пример. У нас есть парашютист, которому всего лишь навсего 76 лет. Приедьте на аэродром и посмотрите, насколько он активен. Вы будете скоро принимать участие в новом соревновании. Можете рассказать, что за чемпионат? Чемпионат мира будет проходить в Чехословакии. В этом году пока еще это второй чемпионат мира под эгидой ФАИ. Формат точно такой же, как и во всех соревнованиях. Единственное, что количество прыжков будет больше. В каждой дисциплине будет по три прыжка. Первая дисциплина – скорость. Вторая – время нахождения в зачетном окне. И третья – дальность. Кто дальше пролетит, опять же, в зачетном окне. То есть с высоты с 3 км до 2 фиксируется результат. Занимаясь этим спортом 10 лет, удается развивать его в Молдове? И финансовая составляющая Молдова не позволяет активно людям участвовать в этом прекраснейшем виде спорта. Ищутся активно. Приходят студенты, да, прыгают, прыгают в тандемы, прыгают в статиклайн. Но, к сожалению, то количество студентов, которое хотелось бы и которое мы могли бы обучить, оно не соответствует реалии. Хотелось бы больше, но люди… А проблема в чем? Финансирование? Я думаю, что, прежде всего, естественно, финансирование. Дело в том, что, ну, давайте так, не будем о политике. Но, по крайней мере, в некоторых странах, даже в нашей соседней Румынии, там это поставлено совершенно на другую платформу. Дело в том, что там это очень мощно и очень серьезно поддерживается правительством. Получается, если государство подключается, по-другому идет развитие? Безусловно. Вы знаете, только благодаря нашему энтузиазму, федерации, вот именно, членам федерации парашютного спорта, вот в этом году, в прошлом году и позапрошлом, флаг Молдовы, по крайней мере, был на пьедесталах, на мировых пересах, на пьедесталах. Только благодаря энтузиазму наших спортсменов. Так же и вы за свои деньги ездите? Безусловно. Вот я в Америку летал 800 долларов и платил только за взносы для участия в чемпионате мира. Но правда ничего не привозите? Там большие деньги? Как минимум, да. Ну и в то же время престиж страны, ну, приходится за свои финансы отстаивать. Вот такая ситуация. А можете дать совет людям, которые, особенно мужчины, не знают, как себя найти? А вы доказываете, что можно себя найти в 50, в 60 и в 70. Совет. Интересно. Безусловно. Для мужчин реализовать себя в этом виде спорта, это значит, что повысить свою самооценку, это безусловно. Вот. И самое интересное, что всегда, когда вот мужчины приезжают и каким-то образом межуются в плане сделать прыжок или нет, я всегда привожу пример женщин, которые фактически никогда не отказываются от прыжка. И причем после приземления, это, как правило, буря эмоций и эйфория. А нет такого, что вы ищите места, где вот прыгнуть так, чтобы еще больше кайфануть? Нет, дело все в том, что у меня была цель, мне было крайне интересно, что такое прыгнуть с объекта, откуда еще никто не прыгал, по крайней мере, вот в Винсюте. И я совершил такой прыжок в Румынии, и я единственный человек в Румынии, который прыгнул в Винсюте со скалы в городе Буштень. Вам не говорили, зачем? Можно разбиться там? Мои коллеги однозначно многие отговаривали меня от этого, потому что там очень сложный, очень сложный экзит. Но несмотря на это, я проанализировав все за и против, я сделал этот прыжок, и нашлись ребята, которые меня поддержали в этом и составили мне компанию. Безусловно, вот именно что преодоление, насколько ты справишься с той стрессовой ситуацией, можешь ты это сделать или нет? Это не прыжок с самолета, нет. То есть попытка прыжка со скалы, это фактически может расцениваться как билет в один конец. Вы должны понимать, что здесь риск очень высок, и в то же время это настолько интересно, что вот люди идут на это. В любом возрасте можно найти цель жизни, добиться признания, увлечься тем, что дарит удовольствие и наслаждение. Берите пример сегодняшнего героя и помните, от жизни стоит выжимать как можно больше эмоций и впечатлений. Субтитры создавал DimaTorzok